Музыка Первые коньки, они были вообще к валенкам привязаны, это такие двухполозные, железные просто конечки. Дальше, потом, впоследствии, уже просто кожаные ботинки, железные лезвия, как мы это, ну, большинство моих ровесников все это помнит, знает. Клюшки у нас были, да, деревянные, просто без загиба, без каких-то чего-то, да, клюшки были тяжелые. В наше время, в Советское, в каждом дворе, при каждой школе были катки, был залит лед, родители, вот, в частности, в моем дворе, родители, наши отцы заливали сами лед и делали площадку даже без бортиков. Мой отец, за что я ему благодарен, в принципе, потому что вся моя жизнь связана с хоккеем. Он меня поставил на коньки, вот это были мои первые шаги. Ну, а дальше, дальше был дворовый клуб, в соседнем дворе был просто дворовый клуб, где тренер-энтузиаст занимался. Вот, как более-менее научился на коньках, уже начал заниматься там в дворовом клубе, затем клуб был городской, при заводе, по-моему, телевизионном. Вот, затем меня заметили еще несколько мальчишек, тренер детской и юношеской спортивной школы. Вот такое начало моего хоккейного детства, хоккейного будущего. Хоккей – это моя жизнь, это моя работа и мое же хобби, то, чем я занимаюсь вечерами. Потому что по-другому я не представляю, вот, с первых вот этих шагов клуб и школа, и команда мастеров, и институт, и образование, и работа с детьми, и дальше, и дальше, и дальше. То есть это все хоккей, но это хоккей – это мое все, наверное. Андрей Сидоров – профессиональный хоккеист. Играл за команды «Горняк» Амурская область, «Энергия» Кемерово, «Авангард» Омск. Выпускник Сибирской государственной академии физической культуры. В сезоне 1999-2000 годов консультант сборной команды Китая по хоккею. В дальнейшем тренировал детско-юношеские спортивные команды «Юность Мегион» Юграхант и Мансийск. В настоящее время является региональным представителем фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» в Югре. Фонд развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» находится в Москве. Отборочные этапы проходят в каждом регионе. Прежде с целью выявить команду-победительницы для участия в финальном этапе. На сегодняшний день по окончанию седьмого сезона прошлогоднего у нас вообще по стране 993 команды и более 18 тысяч участников в 76 регионах. То есть у нас почти все регионы в стране охвачены хоккеем. И причем, если раньше, допустим, развивался ветеранский спорт, да, как в рамках спартакиад, ветеранов и так далее, вот это разовые турниры, как у нас в Мансийском округе он проходит один раз в году, в апреле в основном месяце. Вот. То есть сейчас это соревнование, оно, во-первых, у него формат всероссийский. То есть это уже уровень другой. И так же, как и у нас в округе, это уже и судейство более качественное. То есть отношения. И на кону стоит в первую очередь тоже победитель, едет в Сочи. В финальном турнире разыгрывается ценный приз. Поэтому в масштабах страны, наверное, это очень серьезное, учитывая количество участников и учитывая то, что вся страна играет в хоккей. На сегодняшний день у нас в стране это единственный вид спорта, любительская лига такого масштаба. Это соревнование всероссийское, оно включено в единый календарный план всероссийских международных соревнований. Поддержано постановлениями правительства Российской Федерации с рекомендациями оказывается действие на региональном уровне и так далее, и так далее. Ну и то, что у нас глава нашего государства участвует, сам занимается хоккеем, сам играет, это, конечно, придает соревнованию такой статус уже более интересного, официального. И у людей загораются глаза, они приходят, начинают заниматься. Уровень финального этапа достаточно высокий. Но, несмотря на это, команды-победительницы нашего отборочного этапа Ханты-Мансийского округа показывают достойный результат. Находятся в двадцатке сильнейших команд России. Первая команда у нас, которая поехала на финальный турнир в Сочи, это была команда города Югорска. Так как у нас не проводился отборочный этап, то поехала команда, ветеранская команда, победитель окружного турнира ветеранов за счет «Портакеады». Вот по прошествии семи сезонов количество команд было четыре, пять, шесть. В прошлом сезоне было шесть команд, в этом сезоне у нас восемь команд. И лидерами остаются пока те же команды, это сургутские команды. И победитель советской команды «Инквой» была. Также и в течение, на сегодняшний день, в турнирной таблице, они, в принципе, так же и располагаются. Округ растянутый, география большая. У нас участвует команда из города Советского, команда из города Ханты-Мансийска, город Нефтьюганск, две команды из города Сургута, команда «Айсберг», город Когалым, команда из Лангипаса и команда из Нижневартовска. Проблема такая транспортная, что большие расстояния между городом Советским и Нижневартовском, тысячи километров, то есть сложно. Хотелось бы сделать две подгруппы по географическому принципу, чтобы было меньше разъездов, чтобы расходы участников как-то сократить. Вот такая будет цель на будущий сезон. И, конечно, хотелось бы увеличить количество команд, чтобы турнир еще стал интереснее. Тренировки проходят после 10 часов вечера. В основном после 10 часов вечера, потому что до 10 в каждом муниципалитете, если есть ледовый дворец, там занимаются детские и юношеские спортивные школы. То есть там занимаются дети, и лед весь занят. И практически в каждом муниципалитете, в каждом ледовом дворце лед занят. Даже не хватает льда детским возрастам, потому что хоккей развивается, детей, желающих заниматься очень много, не хватает льда. Это я сам знаю, потому что работаю всю жизнь в этой сфере. Поэтому время вечернее только. Ну вот так вот заставляют, заставляют, потому что это интересно, потому что после тренировки ты выходишь бодрый, после тренировки физической нагрузки, после общения с друзьями позитивного. Это доставляет удовольствие, и поэтому ради этого и ходят люди, и занимаются, и участвуют в этих соревнованиях. Матчи проходят по-разному. По регламенту не позднее 23 часов, вот только в этом ограничении. А так в любое время можно будет. Единственное, мы создавляем здесь у нас в нашем регионе календарь таким образом, что если у нас игры спаренные, например, приезжает команда из Нижневартовска в Советский, игра в субботу, игра в воскресенье, естественно, мы просим Ледовый дворец Советского ставить субботнюю игру на вечернее время, чтобы команде добраться было удобнее, а воскресную игру на первую половину дня, чтобы также потом добраться домой. Судейство у нас строгое. Конечно, у нас силовая борьба запрещена полностью. Силовая борьба запрещена, и щелчки, то есть броски, нельзя поднимать клюшку выше колена. То есть броски только кистевые. Вот таких два основных ограничения. А в остальном по накалу игр, по эмоциям, нисколько не уступает, может быть, и профессиональному хоккею. Потому что это хоккей, это азарт, каждая команда хочет выиграть. И судейство, я считаю, у нас достаточно квалифицировано. Судей обслуживают, судей Федерации хоккея, ХМАУ, Югры, наши судей. Поэтому без эмоций не бывает. Бывает, доходит, конечно, и до столкновений, и до каких-то эмоциональных высказываний, и до драк даже порой выходит. Но правило есть правило. Все равно надо следовать этим правилам. И здесь никаких поблажек, там, любители, не любители. То есть есть правило. Вот мы по ним и играем. У нас на каждом матче дежурит медицинская скорая помощь и медик врачебно-физкультурного диспансера. Также в ледовых дворцах, где проходят игры муниципальных, в каждом дворце есть частные охранные предприятия. То есть в плане безопасности общественной вопрос у нас решен. Что касается обмундирования хоккейного, то оно ничем не отличается от обычной хоккейной формы. Единственное, некоторые игроки в целях безопасности одевают железные маски-решетки в тех, в которых играют дети. А вообще, со следующего сезона есть мысли в руководство ночной лиги ввести требования, чтобы каждый игрок играл в визоре, как минимум. В нашем регионе участвуем мы только в одном дивизионе, любитель 40+. Так как пока 18+, работа ведется, есть желающие, но недостаточное количество. В дальнейшем планируется на будущий сезон Лига мечты и Лига надежды. Но это в планах, осуществится ли это, покажет время. У нас в ветеранском хоккее играют до сих пор и планируют в этом сезоне поехать на ветеранский турнир 70-летние игроки. То есть, конечно, им тяжеловато против 40-летних, например, играть. Поэтому от некоторых игроков поступают предложения и в мой адрес, и в адрес руководства фонда развития любительского хоккей и ночной лиги с просьбой создать отдельный дивизион, еще там 60+, например. Потому что, ну, действительно, разница в 20-30 лет, это дает о себе знать. Но пока этот вариант не рассматривается. Конечно, затраты, основные затраты несут участники соревнований. Из взносов команд оплачивается судейство. Это большая часть расходов. Также за счет участников проезд, проживание, питание во время соревнований. Тем он и ценен, наверное, хоккей, что люди идут на это и за свои деньги в выходные дни или в вечернее время, в свое же время, когда можно отдохнуть было, в воскресное, субботнее время, ехать куда-то за 1500 километров, играть в хоккей своей команды. Тем хоккей ценен, что вот этот дух, его так на словах можно, конечно, перенести, но чтобы это понять, надо в это окунуться и самому прочувствовать вот это вот. Потому что, общаясь вот с людьми, ну, они получают столько эмоций положительных, столько вот этого драйва, такого вот при получении физической нагрузки и общения в первую очередь. Причем характерной чертой для вот этой хоккейной лиги ночной, что команды собираются, коллектив в команде, он получается, ну, разношерстный, скажем так. Там есть и водители, есть и автослесарь, есть бизнесмены, есть медики, учителя. То есть, ну, люди разных сфер деятельности, они собираются в единое. Благодаря хоккею люди начинают общаться, начинают просто дружить потом. Смотришь на них, ну, скажем, душа радуется. Вот что делает хоккей. Они, во-первых, поддерживают свое здоровье, во-вторых, подают пример подрастающему поколению, потому что у каждого есть дети, у каждого есть родственники. Они об этом все знают и смотрят, и равняются на него, то есть, на людей. То есть, вот это основные, основные цели, основные задачи. Семь лет назад они просто дома сидели, ничем не занимаясь, скажем так. А сейчас они все в свободное от работы время занимаются полезным делом, популяризуют хоккей и пропагандируют здоровый образ жизни. Это очень большое дело, я считаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова